Вот так, начиная с весны 1996 года, на реке Чепца, которая протекает через Бализинский район республики Удвурте, близ деревни Ковила, МЧС проводит взрывные работы, якобы от ледовых заторов. Когда на Чебельских реках весной начали подрывать лёд, кто-то ушный быстро сообразил, что на этом можно бы неплохо подзаработать, и приравнял равнины реки и речки горным рекам Чебельни и Дальнего Востока. И началась варваризация, а попросту говоря, планомерное уничтожение рек, речек и речушек. Российские реки, кормившие и поившие россиян веками, для МЧС стали коварными и непредсказуемыми. Река Чепца, по которой ещё каких-то 50 с лишним лет назад сплавляли лес на плотах, за 20 лет взрывных работ превратилась в мелкую, зарастающую травой в уничью речку. Билетом даже легковые авто переезжают. Так что коварство и непредсказуемость человека налицо. Я, князь Юрий Вениаминович, всю сознательную жизнь, мне 68 лет, прожил в реке и ни разу не видел, чтобы большая вода приходила из-за заторов, хотя ни один ледоход не проходил, не проходит без заторов. Большая вода, попросту говоря, наводнение, на равнины реки и речки и речушки приходит после ледохода. Это закон природы. Уходит лёд, это уходит холод, а значит, природа пробуждается. Сказку о большой воде заторов придумали в МЧС, чтобы выкачивать деньги у государства. В поселок Бальжина летом катастрофически не хватает воды, научаясь вынуждать главу района давать заявку на взрывные работы. Как сказал Ленин от бывших сотрудников администрации, пока государство финансирует, будет взрывать даже лёд в канаве. Нам предсказали полноводную рыбную реку, а что мы оставим потомкам? Канаву, боючую. Пока не поздно, надо прекратить это издевательство над всеми реками России.